У меня сокращенно. Ну, родился в Латвии. Угу, так, а сейчас где? Ну, даже не в Латвии, в Советском Союзе, так, давным-давно. Сейчас проживаю в Великобритании. А вы где? Я живу в Бостоне. А где родились? Тоже в Советском Союзе. Ну, я в Латвии родился в городе, в таком маленьком Венцпулс. Как называется город? Венцпулс? Венцпулс. Это в Латвии есть такой город Венцпулс? В Латвии, в Латвии недалеко. Там от Юрмала 150-160 километров, наверное. Ну, я не буду открывать, потому что я достаточно показываю Европу. Ну, вы где родились сегодня? Просто это про себя рассказывает, это тоже интересно. Я родился в городе Воронеж. Ну, это где, практически, хорошо знаю географию. А то он недалеко от Москвы, да? Ну, как сказать, недалеко. Пять часов из ДНР. Ну, недалеко, наверное, от Москвы. Я себе московскую областью не считала. Часов семь, наверное. Часов семь, наверное, от Риги или восемь, да сколько. Ну, эта информация вообще не интересная. Поехали дальше. Что вы хотели у меня обсудить? Почему? Я же с вами общаюсь, правильно? Мне интересно узнать, что-то. Нет, вы не поняли. Мне не интересная информация об обсуждении, где я родилась. Мне это не интересно. О чем вы хотели поговорить сегодня? Да, ну, здесь я решаю. Кто вы, как вы. Здесь я решаю, что интересно, что неинтересно. Я веду эфир, и я иду от своих интересов. Мне моя информация о Воронеже не интересна. Мне интересно, что вы хотите обсудить с вами сегодня? Что вас интересует? А мы в телевизоре? Эфир вести. Я спросила, что вас интересует у меня на эфире? Вы зачем пришли? Ну, тик-ток выйду. Хотите выйти подумать о чем? Потому что я как бы иду за тематикой. Если у вас тема нет, то я вас отпущу. Меня просто интересует, как люди, где живут. Как вы живете? Эл, ну, я уже сказала, неинтересно. Ну, хорошо, а все-таки вот... Подумайте, вернётесь, хорошо? И больше не тупите. Мне 18 лет. Как вообще относитесь к Молдове? Ну, Молдова считает себя Европой. Очень хорошо отношусь. Желаю вам быстренько европизироваться. Да, но с чем проблема? Вот у нас ваты очень много. Вот прям дофига. Вот я думаю, куда больше, чем даже... Мне кажется, в Молдове ваты, может быть, ну, на сегодняшний момент, наверное, процентов 18. А всё остальное очень быстро меняется, мне кажется, у вас. Я не вижу ваты в таком количестве, как, например, было 4 года назад, даже 3 года назад. Это очень сейчас быстро интегрируется. Прям каждый месяц я вижу всё больше и больше Европы в вас. Вы приходите на эфиры, я с вами разговариваю, много детей приходит, ну, как молодёжь. Меня это очень радует. Я вначале была более пессимистично настроена про вас. Я надежду как бы не испытывала. А теперь я вижу, я ошибалась. Ну, в чём суть, что просто я наблюдаю вот со стороны, и у меня вот даже в том же ТикТоке постоянно попадаются видео на тему того, что там Россия, Молдова, дружба. Но спрашивается, какая дружба, если Россия пытается на самом деле сильно расшатать нашу страну. Я думаю, вы в курсе. А вы видели, я сегодня разговаривала с россиянкой, как её звали, Кира, по-моему. И она сказала, что Волгоградская область не сможет выйти из состава России, потому что земля Волгоградская принадлежит не людям, которые там живут, а Российской Федерации. Поэтому при всём желании нельзя выйти, даже если референдум принести. Пока вся Россия не приведёт референдум по всем, ну, целиком. И если все россияне решат, что Волгоград хочет выйти, тогда они выйдут. Но при этом Луганск вот локально может решить выйти с землёй. Вот поэтому я говорю, представляете, вот какое имперство. Вот в данном случае девочке, по-моему, 19 лет было. У них на самом деле вот 2-3 стандарты, потому что когда какой-то ДНР хочет объявить независимость, это круто. Вот, поднять, например, Карину обратно, ей 19 лет, она себя считает хорошей, ну, я говорю, хотите уехать там, за границу учиться? Нет, мне Москвы достаточно. Я говорю, ну, потому что вам Москвы достаточно, это уже характеризует вас как, ну, уже в минусе вы. Уже не важно, поддерживаете вы Путина, не поддерживаете свой, это не важно. Я уже вижу, что, ну, уже плохо, ну, не то начало. Вот если бы, значит, зашла, она точно так же сказала, да, Приднестровье это Россия. Ну, она же считает, что всех можно поделить. Знаете, как лего, везде лего. Одна глыба, это только Россия. Знаете, глыба и лего. Нет, ну, вот это вот, мне вообще не нравится, когда пытаются как-то нарушать юридическую принадлежность каких-то территорий, прикрываясь чем-то историческим, потому что, условно, когда говорят, что какая-то там, потому что вот если Украина это исторически российская территория, потому что когда-то Украина была Россией, а что если другие государства сейчас свои карты достанут, что если Монголия сейчас карты достанет, понимаете? Да, я вообще, я считаю, что Золотая Орда, она никуда не, это никакая не история, это реально, вот люди живут, у них наверняка вот реально карты не то, что там доставать, вот, они сильные, у них там предки их похоронены, вот если пойти вот зубы достать из земли, да, это будут зубы тюрков, вот они скажут, все, зубы видите лежат, ДНК показывает наше, все, аут. Вы вот, насколько я знаю, сейчас в United States проживаете, верно? Да. Вот смотрите, вот в интернете существует такой деятель, Uber Marginal, в чем суть, что этот человек, он раньше жил в России, сейчас он живет там в США, он сначала жил в Орегоне, потом в Калифорнии, короче, вот он донатит на РДК, на ВСУ, то есть, ну, он поддерживает Украину, и вот он, как и вы, переехал вот где-то в 2000-х, 90-х годах, и вот, возможно, вам было бы интересно как-нибудь с ним связаться и пообщаться, потому что он философ, он лингвист, он вот очень интересный собеседник. А как его зовут? Я могу сейчас в ТикТоке найти, как его зовут? У него, вы можете найти его в ТикТоке, но, скорее всего, там будут только нарезки, у него, к сожалению, нет ТикТока, но он ведет прямые трансляции на Твиче, если вы знаете, что такое Твич, такая площадка существует для прямых трансляций, у него ник Uber Marginal. Как оба вот сейчас проживаете в США, и вот вы оба... Я не вижу смысла соединения, я не вижу смысла соединения нас, потому что мы вместе не принесем больше Украине, чем мы врозь. Нам не о чем разговаривать, потому что мы уже вместе, то есть я и он, мы как патроны друг другу подаем, но мы идем вперед, нам общаться с друг другом неинтересно, то есть мы одинаковые. Мне интересно общаться с оппонентом, с человеком, который меня не слышит, а тот, который согласен со мной, он приехал из России, он съебался, он счастлив, что у него небо американское над ним. Не, ну я не против пообщаться, но мое время именно для тех, кто не хочет понимать, что происходит. Им главное, чтобы Россия была правой, вот я с ними хочу общаться. Я уверена, что он тоже хочет общаться с россиянами, чтобы объяснить им, ну хотя бы, чтобы они поняли, что есть альтернативность, ну как вот, что Гитлеру говорил своим, и что Сталин говорил своим. Ну, это же две вещи, правильно? Ну, относительно Гитлера и Сталина, я, если честно, как бы между этими людьми ставлю по факту знак равенства. Да, я тоже, я тоже. Нет, я даже скажу, нет, я ставлю больше в сторону Сталина. Для Советского Союза советские граждане не боялись Гитлера, они боялись Сталина. И даже, я думаю, если они шли воевать за Советский Союз, это они не шли воевать, потому что они были против Гитлера, потому что они боялись Сталина больше. То есть, вот многие сейчас сравнивают Путина с Гитлером, там, Россия, с Мацистской Германией, но мне кажется, что Россия, она как бы правоприемник СССР, и в менталитете... Я тоже сказала, да, ему это совершенно... Да, они не в том плане, что сравнивают качество, да, нет. Я думаю, что вот именно по тому значению, которое мне вкладывают фашизм. Вот, что мы ненавидели фашистов, теперь мы также ненавидим расистов. Только в этом плане. Они не сравнивают Гитлера Сталина как величину. Гитлер написал Майнкрафт, у него есть... Он воевал в Первой мировой войне, у него есть медаль. Ну, то есть, он...